День 7 ноября Одно из главных событий нашей истории – Великая Октябрьская социалистическая революция. Обе эти даты депутаты Госдумы встречали, знакомясь с проектом бюджета на 2016 финансовый год. И кто был внимателен, не мог не увидеть, что такой бюджет народному единству способствовать уж точно не будет. Напротив, правительство внесло в Думу абсолютно либеральный проект бюджета, который усугубит социальный раскол в России. Этот раскол и без того выглядит жутко. В руках 10% граждан страны, 87% национального богатства, даже в США самым богатым принадлежит на 11% меньше. По итогам текущего года ситуация будет еще хуже. Рост цен составляет 20-30%, о росте зарплаты этого увы не скажешь. В 2016 году все это продолжится, и проект бюджета тому порукой. Студенческие стипендии в нем не индексируются, пособия по безработице заморожены, индексация трудовых пенсий составит только 4%, радикально сокращаются расходы на сферу ЖКХ. Более того, средства на скорую медицинскую помощь улезаются в разы. Это при том, что, например, в городе Заветинской Амурской области дорогу на Райчихинск уже называют дорогой смерти. Почему? Да потому что была в Заветинской больнице, работала, оказывала кардиопомощь, а теперь оптимизировали и сердечников возят в Райчихинск по дорожным колдобинам, многих довезти просто не успевают. Итог следующего года для России уже понятен. Бедные станут беднее, богатые еще богаче, социальный раскол усилится. Вот об эту реальность и разбиваются сегодня любые разговоры о народном единстве. Анализируя официальные данные, эксперты отмечают, прибыль прибыльных организаций в 2016 году должна вырасти почти на триллион рублей. А вот фонд оплаты труда уменьшится на полтриллиона. Вывод – хозяева предприятия увеличат свои доходы, работники будут получать еще меньше. Конечно, прибылью тоже можно распорядиться по-разному. Можно развивать производство и создавать рабочие места, но пока тенденция обратная, безработица растет. По данным Роструда в стране 6% безработных, а среди молодежи 19%. Число вакансий с начала года снизилось вдвое, а число безработных приблизилось к миллиону человек. Это те, кто зарегистрирован и имеют право на пособие. Всего же Росстат называет 4 миллиона лишенных работы. Может быть, прибыль пойдет на модернизацию производства? Хорошо было бы, но и это пока не происходит. Вообще-то, если страна нуждается в научно-технологическом обновлении, то это должно быть заботой государства. Но правительство делает вид, что можно преодолеть кризис, круша образования и науку. Расходы на образование с учетом инфляции в новом году уменьшатся более чем на 10%. С наукой дела еще хуже. Базовую программу решено резануть на 12,5%. В таких условиях вполне естественная реакция. Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям. Комитет высказался против принятия бюджета в таком виде и предлагает Государственной Думе за него не голосовать. Уважаемые коллеги, смена бюджетной и всей социально-экономической политики была главным требованием на митингах и демонстрациях в минувшую субботу. 7 ноября КПРФ с союзниками провела их по всей стране в честь годовщины социалистической революции. В числе основных требований следующие. Национализация олигархической собственности, введение прогрессивной шкалы подоходного налога, восстановление гарантий в сфере образования и здравоохранения, введение мер по поддержке детей войны и целый ряд других требований. Среди них также и требования уважения к советскому прошлому. Звучит вполне понятный призыв. Хватит чернить советскую историю. Ведь дошло уже до того, что когда повода не находится, этот повод придумывают. Вот уцепили сейчас за Войкова. Обвиняют в убийстве Романовых. А с какой стати вообще-то говоря? С чего вдруг? Что это у нас за правовое государство? Ведь нет ни одного на сегодняшний день внятного доказательства об участии Войкова в этих событиях в расстреле семьи Николая Романова. Ни одного доказательства. Да, есть опус Беседовского. Но этот опус появился тогда, когда Войков уже погиб, находясь на дипломатической службе и опровергнуть ничего не мог. Да и кто этот самый Беседовский? Предатель, перебежчик. Обижал из советского посольства во Франции в 1929 году. Там же во Франции получил политическое убежище. Ударился в сочинительство. Причем признавался, что не собирается быть правдивым в отношении Сталина или Молотова, Микояна или Жукова. Ну а еще отмечал, что пишет книги для идиотов. Ну вообще-то этот зал включает 450 депутатов Государственной Думы и еще некоторое количество гостей. Здесь собираются не самые глупые люди нашей страны. У нас с вами нет никакого резона идти на поводу у тех, кто писал и сейчас пишет книги для идиотов. Зато есть повод урезонивать тех, кто идиотничает. И все те, кто действительно за национальное единство, просто обязаны на этот путь встать. По всем социологическим опросам видно, наш народ желает гордиться историей советской страны. Это его выбор. Если вы за национальное единство, встаньте на позицию народа. Перестаньте клеветать на советское время. Но вместо этого мы опять начинаем видеть ропот, слышать ропот о том, что народ, мол, у нас не тот. Ах, так вы, граждане, против переименования станции метро Войковская. Ну тогда, смотрите, мы ведь можем и вопрос о памятниках Ленину поставить. Слишком много их, дескать. Ну да, конечно, на фоне украинских событий как-то снос памятника в Ленина дурно будет пахнуть. Ну а что делать, раз народ у нас такой, надо его исправлять. Вот такие вещи уже звучат. Вообще-то, всем пора уже определиться. Или вы за национальное единство, тогда вы боретесь социальным расколом и уважаете советскую историю. Или вы не готовы к этому, но тогда не надо болтать про единство нации. А то, странно получается, 15 августа Дмитрий Медведев подписывает концепцию государственной политики по вековечению памяти жертв политических репрессий. Для чего? Если верить написанному ради деятельного патриотизма и инновационного развития страны. Цитирую. Не было Ленского расстрела. Ничего этого не было. Ну или это так шалости, а не политические репрессии. Скажем прямо, у нас коммунистов попытка раздуть новую антисоветскую кампанию нас не удивляет. Впереди 100-летие Великой Октябрьской революции. Грязи на социализм будет много. Вот почему еще в начале года мы предупредили о порочности такой практики. КПРФ сделала это устами своего лидера в специальном обращении к нации. При этом предупредила, что антисоветские выпады будут с неизбежностью приобретать и русофобский характер. Вот эта кампания налицо. Да, в августе ее Медведев поддержал, фактически подстегнул отчасти. Уже в сентябре проявились господа яблочники в ЗАГС Собрание Санкт-Петербурга. Потребовали пресечь политическую реабилитацию сталинизма. Затем член Совфеда Добрынин порадовал своим антисталинским законопроектом. А там уже и депутат из Ленобласти Петров тут как тут обращается к Медведеву с предложением учредить 7 ноября день памяти династии Романовых. Ну вот все, абсурд достиг своего пика. Что такое память о Романовых? Это память о победе в Северной войне, об основании Санкт-Петербурга? Или это память о поражении в Крымской и Русско-Японской войнах? Это память о Петре III или о Екатерине II, которая его устранила? Нигде пока что в мире не додумались чтить память династии целиком. Может быть, речь идет об упразднении монархии? Но тогда причем здесь 7 ноября? Царизм пал в феврале месяце, как известно. Может быть, дело в расстреле Николая Романова? Но это случилось в июле. Да и за 300 лет правления династии, скажем прямо, Романовы сами не раз отправляли друг друга в мир иной. Столько раз, что дней памяти можно научреждать достаточно немало. При этом династия так долго цеплялась за власть и так настойчиво и упорно тормозила развитие страны, что довела дело до трех революций на протяжении 12 лет. До трех революций одной гражданской войны. А среди этой гражданской войны, конечно, были жертвы. Они были и среди крестьян, и среди рабочих, и среди дворян были, и среди семьи Романовых тоже были. И пора бы уроки этой гражданской войны выучить, выучить основательно, выучить по-настоящему. Уважаемые коллеги, мы должны, наконец, прийти к выводу, что антисоветизм в нашей стране на данном этапе выродился уже окончательно. С абсурдом нужно заканчивать. Борьба с этим абсурдом уже не может считаться только партийным делом Коммунистической партии Российской Федерации. Это вопрос всякого нормального гражданина, нормального патриота своей страны. И депутатский корпус Государственной Думы мог бы сделать немало для того, чтобы эту позитивную функцию выполнить. Спасибо за внимание.